Почему мы стареем? Как жить без болезни, в здравом уме и долгой памяти? Ответят признанные во всём мире геронтологи. Владимир Хацкелевич Ховенсон, член-корреспондент РАН, профессор, директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии. Светлана Владиславовна Трофимова, доктор медицинских наук, профессор, президент Российского общества антивозрастной медицины. Доброе утро. Здравствуйте. Многие из нас, особенно женщин, пытаются найти диеты, которые бы позволили сбросить лишние килограммы за короткий промежуток времени. Давайте сегодня мы с вами поговорим, что делать для того, чтобы не нарушить метаболический процесс в своём организме и улучшить своё состояние здоровья. Кто-то хочет быть сильнее, кто-то работает над гибкостью, кто-то избавляется от целлюлита, а кто-то хочет похудеть и точка. Всех объединяет одно – желание изменить форму тела любой ценой. Предлагают множество способов выиграть в этой гонке за идеалом, но на этой дороге всегда есть барьер. Это природа, точнее, физиология человека, которая работает по своим законам. И попытки ускорить или замедлить обменный процесс неправедным путём приводят подчас к обратным результатам. А можно ли худеть, не нарушая метаболизм? И как это делать в согласии с природой? В начале 20 века известный физиолог Макс Робнер высказал теорию о том, что для разных биологических существ существует своя скорость метаболизма. И он считал, что маленькие животные, например, такие как калибри, у них скорость метаболизма очень высокая, и поэтому они живут достаточно короткий промежуток времени. А вот слон, у которых метаболические процессы не такие быстрые, как у той же самой калибри, они живут дольше. Однако тут же появились критики всегда. Когда возникает какая-то теория, тут же появляются люди с антитеориями, и которые начинают доказывать, что всё наоборот. Вот, например, Джон Спикман. Да, Джон Спикман, он изучил почти более 200 видов организмов, то, что было известно. Он всё это проанализировал, выставил ряды, провёл статистику очень большую, и показал, что такой зависимости нет. Для отдельных видов это подходит, скажем, для 10% это соответствует. То есть не для всего живого этот физис оказался одинаковым. А что же у нас, у человека? Я думаю, что хотя бы раз в жизни любая женщина пыталась, скажем так, сесть на диету. Вот если мы начинаем ускорять метаболизм, так называемый, да, понижение веса, мы видим, это возможно. Однако, насколько это безопасно? Насколько долго этот вес может держаться? К сожалению, очень часто потом точно так же идёт набор вес. Иногда даже вес превышает исходный вес до диеты. То есть вмешательство в метаболизм организма чрезвычайно опасно, особенно если это делается самостоятельно. Сбой метаболизма, ускорение его на первом этапе очень часто приводит к тому, что в дальнейшем он замедляется. И опять-таки вес нарастает. А какие же продукты нам могут помочь в нормализации метаболических процессов? И как ни странно, это нормализация водно-солевого обмена. Стакан воды утром с лимоном. Это очень полезно и абсолютно безопасно. Восстанавливает водно-натриевый баланс. Но есть другие продукты, которые позволяют восстановить как раз минеральный обмен в нашем организме. Это морепродукты, это капуста морская, которая содержит большое количество не только витаминов, но и минеральных веществ. И в частности йода. Еще один продукт, который тоже способствует улучшению метаболических процессов в нашем организме. Наши коллеги из Великобритании, проводя исследования, доказали, что 100 миллиграмм кофеина способствует активации метаболических процессов. Это, по сути дела, чашечка кофе. Можно выпить или чашечку кофе, или можно заменить чашечку кофе только в шоколад, который должен содержать максимальное количество какао-бобов. Да, лучше более 70%. Ну и еще специи, которые мы можем использовать в обычном нашем питании. Имбирь активирует метаболические процессы на 20% в течение 3 часов после его применения. Ну, кроме имбиря, мы можем, конечно, использовать и красный жгучий перец. В нем содержится такое вещество, которое называется капсицин, который придает вот такую жгучесть перцу. Ну и он тоже активирует все метаболические процессы. Применение перца, и дальше различных пряностей, и гвоздика, и кардамон. Шафран, чесно, куркума. Все эти вещества способствуют нормализации, активации метаболизма. Но в небольшом количестве. Только. И именно не в чистом виде взять, съесть там баночку с чего-то, нет, конечно. А именно это с овощами, с мясными блюдами. То есть это должно быть все гармонично сконструировано, я бы так сказал. И это будет очень полезно. Так как же нормализовать метаболизм и быть активным, молодым и здоровым? Я бы начал, прежде всего, это нормальный сон. Если не будет нормального сна, все остальное пойдет не совсем правильно. Никогда не ложитесь спать голодными. Легкий ужин на ночь способствует также нормализации метаболических процессов. Обязательно заниматься тренировками, избегать гиподинамии. Следуйте рекомендациям ученых-геронтологов и оставайтесь молодыми и здоровыми. Здоровья вам и долголетия. А программа о самом главном продолжается.